Это украинская гривна, очень ценная валюта. Поляки, инвестируйте в украинскую гривну, не ошибетесь. Она, кстати, скоро будет очень сильно расти. Всем привет! Сегодня расскажу, как перевести деньги в Украину практически без комиссий. То есть, когда ты работаешь за границей, зарабатываешь такие, или, например, вот такие деньги, возникает вопрос, как их перевести обратно в Украину. То есть, сейчас мы рассмотрим 4 системы. Две это американские, а две британские, которыми можно перевести деньги в Украину. Итак, первые две, вы их знаете, они переводят деньги офлайн. Что это значит? То есть, ты деньги получаешь наличкой в отделении. Это Western Junior, примерно берет 10% на маленьких суммах и 5% на больших. И MoneyGram. Это две американские компании. MoneyGram тоже примерно такие же проценты, примерно 10% берет. И они переводят в долларах тебе в Украину. Если ты будешь переводить с Польшей злотым, они тебе, ты в отделении заберешь доллары. Ну, может, в принципе, евро. И две британские системы. TransferGo и TransferWise. В чем их преимущество? Ты переводишь сразу же на карточку, привод банка. Это очень круто, я и считаю. Ты можешь получить в любом отделении, не выходя из дома. И это происходит вообще на следующий день. Тразу же. То есть, один рабочий день. Итак, начнем с вестерна. Возьмем 500 долларов. Это примерно 2000 злотых. Комиссия у нас составит 60 злотых. И мы получим 475 долларов примерно. Но смотрите, они считают по завышенному курсу. То есть, один доллар у них равен примерно 4,3 злотых. Это как 1 евро. Теперь возьмем MoneyGram. Здесь мы получим на 5 долларов больше. Но комиссия составит тоже больше. 85 злотых. Теперь посмотрим британские сервисы. Первый это TransferWise. Чем здесь он мне как бы не сильно нравится? Что у него увеличивается комиссия от суммы перевода. И второе, это курс нефиксированный. То есть, он чуть-чуть может меняться. Там правда выйдут плюс-минус пару гривен. То есть, ты точно не знаешь, какая сумма тебе придет. Но многие пользовались и очень довольны. Но я вам рекомендую пользоваться TransferGo. Это тоже британский сервис. Он появился в 2009 году. В чем его плюсы? В том, что у него фиксированная комиссия. Если переводить злотый, то всегда, независимо от суммы, у вас будет сниматься 9 злотых. Но все переводы будут идти на карточку PrivatBank. Это есть такой небольшой минус. Но в то же время это плюс. Если у вас карточка Gold, то у вас вообще никаких комиссий не будет. Но можно оформить также и обычную, универсальную. Даже можно сделать это онлайн сайта. И этот банк есть даже в каждом селе. Так что снять деньги будет вообще не проблема. И чтобы подытожить этот весь итог, давайте все переведем в гривну. Будем считать по курсу PrivatBank. И посмотрим, какой наиболее выгодный получился курс для перевода. Итак, если мы возьмем первый Western Junior и отняв все комиссии, у нас получится 12 470 гривен. Что практически на 500 гривен меньше. Если мы возьмем MoneyGram, то здесь за счет большой комиссии 85 злотых, практически 600 гривен, мы потеряли почти 100 злотых. И у нас выйдет 12 400 гривен наша сумма. Поэтому я рекомендую пользоваться последним сервисом. Чем еще плюс в том, что первый перевод вы получаете бесплатно. И дальше вообще никаких комиссий. То есть вы платите всего 9 злотых и дальше никаких комиссий. А первый вообще бесплатно. И поэтому в следующем видео мы совершим перевод через систему TransferGo. Посмотрим, насколько это правда. На данный момент, мне кажется, это самое выгодное предложение. Кстати, покажу для поляков. А мне спрашивали. Вот это вот, украинские гривны. Это 500 гривен, самый большой номинал в Украине. Он равняется примерно 70 злотых. То есть курс сейчас 7 к 1. Вот это вот, 70 злотых. Такие дела.